Человеку, которому посвящена наша конференция, я не отношусь к числу его учеников, не отношусь к числу людей, которые имели возможность рядом с ним работать, но более 30 лет я был знаком с работами, имел возможность слушать выступления, наблюдать за человеком и, как мы говорим сегодня, исследовать динамику его когнитивных структур, не только с прекрасным публикациям, которые несколько минут были показаны в кадре, но и еще и по его общению. Он часто был в нашем педагогическом университете, и вот выступая сегодня, я хочу сказать, отметить ту черту, которую мне удалось выявить и которой, может быть, каждому из нас очень не хватает, это умение воспринимать инновацию с широко открытыми глазами. И вот я вспоминаю последний раз, когда я его видел на такой же подобной конференции в зале Академии Государственной службы, и вот там было удивительно на все вопросы, он отвечал как будто первый раз, и вот эта вот улыбка, так сказать, доброжелательной поддержки человека, который выражал свои мысли, она у меня как-то осталась в глазах, поэтому я буду помнить его всегда таким. Ну, а теперь к теме моего выступления. Я предлагаю сегодня вам обратиться к социально-психологической вексимологии личности и рассмотреть, попытаться познакомиться, потому что за 20 минут раскрыть концептуальные основы определенного научного направления – это весьма затруднительная задача, но все-таки попытаюсь сделать. Я попытаюсь вам раскрыть социодинамическую концепцию. Социально-психологическая вексимология базируется на ряде концепций, но ведущее значение играет социодинамическая концепция. Когда мы говорим, зачем человеку нужно знать концепцию, знание концепции дает возможность понять способ, способ развышления, способ проникновения в суть явления, дает возможность определить, я бы сказал, ментальные рамки интерпретативных подходов к пониманию сущностей тех явлений, которые мы изучаем. Если перефразировать Виктора Франкла, что каждое новое время рождает новые неврозы, а я говорю новые проблемы, и каждое новое время побуждает развиваться новым направлением психотерапии. Вот новое время, в которое мы живем, а организация объединенных нас отметила уже несколько лет тому назад, оно поразило такую колоссальную проблему, как проблему жизнеспособности. Я занимаюсь этой проблемой, не зная о том, что она будет, так сказать, вот так вот более 50 лет уже получается. Вот дети, которых я набрал в свою первую экспериментальную группу 50 лет назад, уже вышли давно на пенсию, им по 60 с лишним лет, но проблема осталась. Только я теперь ее успокусировал так, вексимогенная уязвимость жизнеспособности. Вексимогенная уязвимость жизнеспособности – это главная глобальная проблема, ради которой мы работаем и ради которой создается и формируется и осуществляется и практикуется социально-психологическая вексимология личности. Для изложения материала, связанного с пониманием социодинамической концепции, я буду использовать метод теоретической экспозиции базовых концептов. Концепт понимается как единица сознания, как понятие, при помощи которого излагается какое-то свое видение, свой ментальный код, при помощи которого я пытаюсь объяснить сущность социально-психологической вексимологии личности. Ну, конечно, базовыми для нас концептами является прежде всего концепт вексим. Затрудненность разработки этого концепта в нашей стране заключается в том, что в 60-х годах вексимология в основном развивалась как криминальная, и поэтому весь интернет забит работами по криминальной, по судебной вексимологии, и чаще всего вексимность рассматривается как предопределенность, врожденная предопределенность человека. Потом появилась социально-педагогическая вексимология благодаря Анатолию Васильевичу Мудрику. Он почему-то к вексимным, то есть уязвимым слоям населения стал относить и инвалидов, и так далее, и так далее. Другой очень важный механизм, механизм рождения вексимности, и концепт очень важный – это интерактивный вексимогенез. Это особый тип развития человека, который и определяет рождение и появление у него вексимности. Мы говорим, что понимание вот этих двух концептов – интерактивный вексимогенез в личности и вексимность – оно базовым для понимания всей социодинамической концепции, но прежде всего… Давайте все-таки разберемся, что такое социодинамика. Вообще, много-много лет назад, в начале прошлого века, если не ошибаюсь, в 20-х годах, в 25-м или 27-м знаменитом советско-американским социологом, вот грустно так называть, но он советско-американский, был выслан из Советского Союза, Петеримом Сорокином в его знаменитой работе «Социальная и культурная динамика». И вот несмотря на то, что этот концепт социологии, он интенсивно используется в социальной психологии. Он используется в социальной психологии и характеризует процессы изменения, которые проходят под воздействием ряда социальных факторов. Процессы изменения психи человека под воздействием ряда социальных факторов. Но меня, как социального психолога, прежде всего интересуют изменения, которые происходят в психике человека под воздействием двух основных факторов. Это социальные отношения и социальные интеракции. Вот именно социальные отношения, в которых живет, в которых развивается человек, а на это обратил внимание тоже в начале 20 века известный американский психиатр Гарри Стек Салливан в его разработанной концепции интерперсональной терапии, где он изложил о том, что человек продукт отношений, человек формируется в отношениях. Но вы знаете, что эта позиция близка была и марксизму, Карлу Марксу, поэтому о Петериме Сорочной в Советском Союзе не говорили. Социодинамика характеризует особенности процессов, которые определяют развитие, затем определяют функционирование человека через характеристику опосредующих процессов. Вот мы говорим, есть социальные процессы, но они так или иначе опосредуются через межличностные, через культурно-генетические и другие-другие, так сказать, процессы, которые перечислять достаточно долго и достаточно трудно. Но социодинамика, она всегда показывает, как происходят изменения в обществе и как эти изменения влияют на человека. Вот для нас, для людей, которые родились задолго до Великого переворота 1991 года, очень интересно наблюдать социодинамические изменения в обществе и психики, которые начались в 1991 году. Я чуть позже об этом скажу. Они сыграли значительную роль на возникновении интерактивного виктимогенеза на самых разных уровнях. Однако социальную психологию интересует в социодинамике не столько глобальные социодинамические процессы, происходящие в обществе. Это все-таки проблема, которая интересует аналитическую социологию. Нас интересует социодинамика культуры. Социодинамика культуры об этом в свое время написал в знаменитой книге французский социолог Абрам Моль. Социодинамика культуры. Вот сегодня, в период другой критической ситуации, каким является COVID-19, мы замечаем, как резко меняется культура. Обратите внимание на передачи. Они стали более истеричные, более склочные. Пусть говорят, уже трудно смотреть. Это все время репортаж под кровати какого-нибудь народного артиста и так далее. Поэтому вот эти все социодинамические процессы культуры так или иначе начинают формировать другую социодинамику развития человека. Вот на сегодняшний день он незримо, может быть, в силу того, что на ментальном уровне мы еще не осознали, но идет интенсивно социально-психологический процесс вексимизации личности как жертвы деструктивной социодинамики культуры общества-спектакля. Наше общество все-таки характеризуется, согласно классификации французского социолога и культуролога Гиде Бора, который классифицируется как общество-спектакля, которое возникло под воздействием пережитого в 90-е годы, в начале 90-х годов прошлого века культурного шока. Это определение польского социолога Петра Штунки. И повлияло на социодинамику личности, которая так еще не вышла из стресса оккультурации. Вот значительная часть нашего населения, она не вышла из стресса оккультурации. Стресс – это переход из одной культуры, из культуры коллективизма, культуры индивидуализма, из культуры, так сказать, мифологизма, каким было коммунистическое общество, в культуру нарциссизма, где главное на сегодняшний день все-таки состязание. Поэтому мы все-таки будем концентрировать внимание на социодинамике культуры и через нее смотреть, как она влияет, эта социодинамика культуры, на социодинамику личности, которая живет в современном обществе. Вот взаимосвязь и взаимозависимость социодинамики культуры определяется социодинамикой личности через психодинамику. Вот такое трехосное состояние определяет как раз. Социодинамика культуры современного общества влияет через систему межличностных, личностно-групповых отношений на психодинамику личности. Психодинамика личности определяет функциональную социодинамику личности в обществе. Вот это концептуальный каркас социодинамической концепции социальной психологической виктимологии личности. Вот социодинамический детерминизм, зарождение виктимности, а виктимность буквально означает жертвенности, начинается тогда, когда появляются первые сбои в социодинамике культуры. Вот если сегодня брать только восемь каналов телевидения, то многие изменения, которые определяют, многие факторы, о которых мы сегодня говорили в предыдущие докладчики, и в том числе суицид, а я сейчас, так сказать, смотрю влияние виктимогенеза личности на его последующее, так сказать, поведение, девиантное, к которому относятся и аутоагрессия в виде дефицита, я вижу культурно-динамические следы именно в суицидальном поведении. Поэтому виктимогенез – это характеристика формирования уязвимости, а я виктимность определяю как уязвимость, уязвимости, которая формируется под воздействием деструктивной социодинамики культуры. Поэтому для того, чтобы понять социально-психологическую виктимологию, необходимо сформировать было теоретическую платформу для ее развития. И вот теоретическая платформа, она, так сказать, определяется синтезом социальной психологии развития, социальной психологии личности и когнитивной культурологии. Вот я особо обращаю внимание на то, что мы используем когнитивную культурологию, культурно-историческую психологию и теорию социального конструкционизма. Вот на сегодняшний день социально-психологическая виктимология личности представляет собой систему социально-психологических теорий интерактивного виктимогенеза личности. Интерактивного виктимогенеза личности и представляет как инновационная социальная психологическая теория социальной генетики личного человека. Она сегодня служит и играет такую же роль, как психопатология для психиатрии, она социально-психологическая виктимология личности играет такую же роль, зарождающаяся или восстанавливающаяся, потому что много лет назад это направление было известно широко в североамериканских штатах, это клиническая социатрия, клиническая социатрия виктимности. И вот еще один концепт. Клиническая социатрия виктимности представляет собой систему методов социальной терапии и культурно-генетической терапии, которые фокусируются на патологии социальных и межличностных отношений. Вот именно отношения являются трансмиттерами, передатчиками деструктивных тенденций в социодинамике культуры. Поэтому клиническая социатрия сегодня фокусировку делает на отношениях семейных. Я на прошлой конференции сделал доклад и говорил о межличностной патологии семейных отношений, о межличностной патологии семейной коммуникации, о том, что именно межличностная патология сегодня определяет социальную ситуацию развития ребенка в семье. Но и наблюдение показывает, что в образовательном процессе, в культуре межличностной патологии присутствует и служит той средой, в которой формируется совершенно новый тип личности, человек, который становится жертвой этих отношений. Я немножко позже скажу, что является. Формируется новый тип человека, который я называю сегодня виксимопатом. Это человек-жертва интерактивного виксимогенеза, который развивался в ситуации межличностной патологии, которая стала для него виксимогенной ситуацией. И жертва в последующем уже в своей жизни виксимопат становится жертвой социально-драматической ситуации в своей жизни. И вот здесь стал вопрос, так сказать, стал вопрос обоединиться анализа. Вот для того, чтобы определить виктивность, надо было найти психологическую единицу анализа, которая бы характеризовала то, что он стал жертвой чего. И вот эта единица анализа психологической стала компетентность. Джо Равин написал задолго до того, как наша страна вошла в болонский процесс, свою знаменитую книгу «Компетентность в современном обществе». А я в 90-х годах опубликовал, так сказать, книгу на эту тему тоже. Так вот, мы исследовали и исследуем виксимность через анализ дефицита, дефекта и деформации компетентности личности. Вот это случается только тогда, когда ребенок попадает в межличностную патологию развития. Таким образом, к сожалению, время, отведенное мне, неумолимо завершается. Я не могу все высказать, что накопил для этого. Я хочу вам сказать, что возникшая благодаря культурному шоку культурная травма в обществе трансформировала социальную динамику российской культуры. И эта культура отложилась в межличностных отношениях, а они спройцировались на социогенезе личности. В результате мы получили в личности нового типа виксимопата. Буквально полсекунды. Мы изучаем сегодня виксимопата в связи с тем, что в педагогическом университете открыто новое направление подготовки грамотерапия виксимности. Вот там, так сказать, исследуются драматические типы виксимопатии. Но это тема для следующих моих сообщений. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok